Думать о нуждах людей призвал сегодня глава Чувашии на еженедельном совещании. Это заявление он сделал, разбираясь в условиях переселения жителей так называемого микрорайона Шанхай. Там в ближайшее время собирается возвести жилой комплекс Кувшинка. В микрорайоне, который в народе называют Шанхай, 264 частных дома. Планируется, что на этой территории построят 26 многоквартирных домов, детский сад, школу, предприятие торговли и спортивной площадки. Микрорайон большой, большинство домов там самовольно возвели более 40 лет назад. На многие постройки нет регистрационных документов, поэтому проживают люди там незаконно. Выиграв аукцион на застройку, строительная компания предложила в первом доме квартиры тем, кто уже сейчас готов поселиться. На начальном этапе планируется, что жители 89 домов справят новоселье. Однако далеко не всех устраивают предлагаемые варианты. Люди недовольны малогабаритными квартирами, площадью 30 квадратных метров, к тому же с кухней нишей. Несогласие в первую очередь связано с тем, что расселяемые дома у них большей площади. У кого-то 50 квадратных метров, у кого-то 80, у кого-то больше 100. Застройщик сегодня предлагает площадь квартиры, проселения 30 квадратных метров. Мы проводили неоднократные совещания. Когда вы проводили градостроительный совет и рассматривали вопрос выставления на аукцион продажи этого земельного участка, по крайней мере, люди же, все, которые подписывают такой выбор земельного участка, тоже знали, что люди там живут, живые люди. И с этой точки зрения, когда вы конкурсную документацию готовили, надо было с определенным обременением делать и понудить в данном случае победителю или победителя для того, чтобы он выделял соответствующие площади. В городе проводились публичные слушания по застройке микрорайона. На встрече с жителями Шанхая компании-застройщику было рекомендовано еще раз изучить потребность граждан и предложить другие варианты для расселения. Глава Чувашии попросил премьер-министра подключиться к этой проблеме и решить ее в двухнедельный срок. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.